Девушки отдыхают Девушки отдыхают Могла занять место одной из истинных звезд кинематографа нашей страны Могла, но, к сожалению, не заняла этого места Должен вам сказать, что вы ужасно фотогеничны Людмила Марченко относится к поколению героинь 60-х годов Она родилась летом в июне 1940 года на Кавказе В одном из поселков Геленджикского района Потому что в этом поселке находился санаторий И ее дедушка был заместитель директора по хозяйственной части Потом началась война Ее отец, Василий Марченко, на которого она невероятно похожа Он ушел на фронт В 1944 году он был убит Мать осталась с двумя девочками одна Когда-то она познакомилась с отцом Людмилой В педагогическом училище имени Ушинского Где они учились вместе Сейчас она должна была тянуть семью Работала учительницей младших классов в школе И девочка могла дать только то, что могла Единственной радостью было кино и театр Шли западные ленты Их было совсем немного С участием Лолиты Торос и Люда Марченко Ходила на все эти фильмы И мечтала в душе быть актрисой И когда она кончила школу Она прошла в Щепкинское училище И в Щепкинское училище Но она мечтала не о театре Она мечтала о кино И она поступила в Абгик Конкурс был колоссальный Сто человек на одно место Она прошла и попала к Козинцеву У них был замечательный курс Алла Будницкая Прелестная женщина Киноактриса Была в те годы ближайшей подругой Люды Марченко Рассказывала мне о том Как они вместе занимались с Марченко В Абгике Не влюблялись И заметьте ее было нельзя И Лев Кулиджанов Прекрасил ее сниматься в фильм Отчий дом Фильм имел очень большой успех А в главной роли Марченко Людмила Марченко Очаровательная Лишенная может быть Глубины Но очень точно Улавливающая Бытовую реальность А что, чемодан там уже? Я как приеду Сразу же напишу вам И вообще я буду часто писать Вы извините, пожалуйста Что так получилось Но меня ведь там ждут Ну скоро, что ли? До свидания, мама КОНЕЦ Смотри сюда Пройдет несколько лет Ее пригласят Сниматься В очень знаменитой ленте Мой младший брат Этот фильм снимался По роману Аксенова Звездный билет И Люда Марченко попала В компанию Молодых ребят Где снимался Олег Даль Не надо никаких слов Олег Даль Снимался Александр Збруев Замечательный артист Театра Ленинского комсомола Снимался Андрей Миронов Который тогда еще не был Тем Мироновым Который взлетел Ввысь И стал абсолютной Звездой Нашего театра и кино Люда Марченко Снимался Детских людей Они все ее очень любили Потому что она была всегда Прелестным человеком И очень добрый С ней было легко У нее было прекрасное чувство юмора У нее не было только одного У нее было желание Стать звездой У нее было оснащено Интеллектуальным содержанием А она отличалась от них В конце концов Театральная галка Может поступить и в Ленинграде Конечно Это не медицинский Готовиться особенно не нужно Ну а глазки и фигурка У нее есть Ты слышал? Димка сделал мне комплимент Спасибо тебе Суровый Дима Димка прав Но не совсем Экзамены это ерунда Главное психологизм Ну конечно Вот например Предложат ей Сказать два слова Хорошая собака Но с десятью разными выражениями С восхищением С презрением С насмешкой И там Сможет она Проэкзаменуем? Давай А ну-ка скажи С презрением Хорошая ты собака А теперь давай С восхищением Хорошая собака Ну а теперь С возмущением Хорошая ты собака По сюжету Она играла Девочку Которую мечтала стать Актрисой Было совершенно очевидно Что Не было в ней Вот какой-то изюминки Тогда казалось Что Может быть Это было потому Что она очень точно Выполняла Режиссерское задание Потому что Она должна была По сценарию Отличаться От ребят Которые были очарованы ей Понимаешь там люди Горят Сжигают себя Во имя искусства А ты Ну кем ты хочешь стать К чему ты стремишься А я Можешь это понять Я хочу быть актрисой Хочу как они Испытывать муки И радость Понимаешь Позвольте Варежня У них совсем другая жизнь Понимаешь Мы читаем стихи Слушаем музыку Это красивые люди Это прикольно